Коммунальные беды мегаполиса в рассказах его жителей. Здравствуйте, в эфире дежурный по городу. Ташкетский переулок 76А. Действия коммунальщиков во время очистки двора от снега возмутили жителей. 3 марта мы вызывали дежурного по городу для того, чтобы управляющая компания почистила нам вот эти дорожки. Но 4 марта, придя домой, я была в ужасе от того, что натворила наша управляющая компания. Они нам трактором разворотили всю дорогу. Не дорогу, а вот этот весь двор, где наши детишки играют, где росла трава. А здесь, в данный момент, они вот там вот сбили около двери, снег убрали трактором, а все остальное, вот эта дорожка, как она была, так она и осталась. Ладно, раз они не хотели сделать, бог с ними, но то, что они натворили вот там, вот в той стороне, где я за свои деньги покупала асфальтную крошку, мы засыпали все, нанимали людей, чтобы нам все растаскивали, а они трактором все собрали и увезли туда на кучу. И вот у меня даже теперь уже не просьба, а требование, чтобы директор управляющей компании и вот эта вот баба Юля, которая здесь руководила вот этим всем процессом, приехали. И вот с той кучи, которую они увезли нашу асфальтную крошку, сами вот здесь вот все засыпали. Вот, ну вы сами посмотрите, какое безобразие. Детям даже выйти негде. Грязь в подъезд, грязь несется. Мы почему тут все засыпали? Потому что дом стоит под уклоном, и вся грязь стекается к нам в подъезд. Вот мы, моя семья, четвертая квартира, мы купили и засыпали здесь все, благоустроили в конце концов. Мало того, что они здесь натворили, они вон у бабушки, 78 лет. Мы ей, сын мой, ей загородку из железа сваривал. У нее там цветочки росли. Что они сделали? Они все вырвали и трактором все перемесили. Совесть, и вот совесть у людей в конце концов, есть или нет. Плакать хочется. Улица Победы, 133, подвал, пятиэтажки, в антисанитарном состоянии. Проблема канализации, заливает подвал, уже продолжается второй год без перерыва практически. В 14-м году, с 1 ноября, с 1 ноября 14-го года, мы терпели заливание подвала полностью. До 15 марта 15-го года приехали три механические очистки, которые прочистили трубы. И до сегодняшнего дня было в подвале сухо. И вот сюда слесарей я вызывал. Они даже проволоку вот эту совершенно не могли прочистить. В доме задыхаются старые люди и больные люди. Потому что в коридорах, я вот живу на первом этаже, мне плохо. А приходят, вот сейчас люди стоялись, ждались, когда свадьба, беседы, с третьего и высшего этажа. Ну, потому что все распространяется. Вот такая канитель, которой никто. В подвалах абсолютная темнота, электричества никакого, нет проводки. Спросить практически детского. Команды, которые в прошлом году командовала нашим ООО, управляющей компанией, которые не лицензировали, они заложили в ремонт замену трубы между подвалом и колодцем. Ее не лицензировали. Теперь пришла новая команда универсалов. Я не знаю, в какой степени они универсалы, но они даже со мной в ЖКО, там, кто она, мать начальница, или кто была, она совершенно даже со мной разговаривать не стала. Ну, надо сделать, заменить трубу от колодца до подвала. Все. Это в 135-м доме сделали, заменили. Как раз для женщины. Все в порядке. У них тоже заливало. У нашему дому 40 лет. В теплополу уже пошла вода. Уже пошла. Ну, так, во второй подъезд. То есть она оттаскивает, да. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова